Альфа-джет А. В рубрике «Нештурмовая штурмовка» этот самолёт вписывается прям идеально, поскольку здесь есть бомбы, ракеты, курсовое вооружение и всё это на боевом рейтинге 8.7, вроде как даже с баллистическим вычислителем. Это новинка патча, которая есть не только, по-моему, за Германию, но ещё и за кого-то. И сегодня нам предстоит выяснить, как эта штука играется и почему это Альфа, а не Сигма. И, в общем-то, погнали в бой. С вас лайк, а с меня сегодня выяснение, что способен сделать этот самолёт с танкистами и не только с ними. Погнали. Это мощный нож Турус от кузницы Барк. Ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом. Рукоять сделана из G10, а лезвие из проверенной временем стали D2. Нож отлично справляется со всеми задачами. Рубит, режет, строгает. Отличный выбор для походов в лес на охоту и рыбалку. Шикарный внешний вид. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец даёт пожизненную гарантию на свои ножи, в том числе и на этого красавца. Рекомендую кузницу Барк. Заходите к ним в Телеграм или Ватсап по ссылкам в описании, заказывайте крутые ножи ручной работы. А по кодовому слову CRU24 вам дадут скидку в 5%. Так, взяли Альфа-Чан. Из вооружения у нас есть, во-первых, Майти Маусы, ракеты. Ну и есть бомбы, что, наверное, на мой взгляд, самое адекватное. Есть штурмовые, есть обычные, всегда установлены. Ну, можно, конечно, без неё, наверное, сетап создать. Но, в целом, всегда установлена ещё 27-мм пушка Маузер. Вряд ли она годна для того, чтобы штурмить на земку, хотя вон 57 мм пробития есть. Просто боекомплект, очень уж куцый. Есть баллистический вычислитель и, наверное, самое ближайшее, что мне напоминает данный самолёт. Ну, во-первых, у него внешний вид бомбический. А во-вторых, он мне гораздо больше напоминает СААП шведский. На то ли 8.3, то ли 8.7, тоже с несколькими бомбами, с баллистическим вычислителем. Вот сейчас и узнаем. Почему ракеты хуже бомб, на мой взгляд, на данном самолёте? Бомбы сокращают время огневого контакта и более гораздо надёжное вооружение. А зенитки вон у них есть. Э, минус Леопард и Фелкон уже. Сразу же. Ну и самое-то главное, мы можем попасть против зениток ещё и... Этих... С-с-с-с-с-с-с. Ну, во-первых, даже ракетные, по-моему, зенитки можно встретить. А во-вторых, мы можем встретить кучу всяких там радарных этих зениток. Интересно, он едет или нет? Вот, потому что здесь есть танк. Я, наверное, всё-таки выпущу воздушный тормоз. Сюда. Сюда и сюда. Так, раз, два. Хе-хе-хе-хе, я убил жирафа. Ладно, простите. Ну, неплохо получилось. Так, самолёт при резких манёврах очень сильно теряет, я смотрю, энергию. Но жить можно. Мне надо заново её как-то набирать. Для этого высоту, что ли, набирать. Или не надо мне набирать. У меня три бомбы осталось. Мне бы отбомбиться и уйти уже. С поля зрения врагов. Где у них там респаун? Вот это респаун, судя по всему. Они уехали куда-то дальше. Благодаря тому, что есть баллистический вычислитель, жить удобно. Правда, я не вижу, по кому стрелять. Ну, предположим, что здесь есть танк. Надеюсь, что есть. Бом. Хе-хе-хе. Стояла бэха. Это хорошо, что мы против Советского Союза. У них целая куча такой вот фигни. Ну, не, нормально. В манёвре безумно, конечно, быстро теряет энергию. Но если манёвры как раз-таки лишние не совершать, то и сойдёт. Сохранять энергию только для того, чтобы вот подняться, цель найти. Неизвестно, где врага искать. Мне бы по разведке отработать. У меня, по сути-то, осталось копейки. Вон там едут танки с респа. Здесь кто-то был. Ой-ёй-ёй-ёй. Вон он меня как интересно себя ведёт. Я думаю, что я его не убью. Но я попытаюсь. Нет! Он прям на неё наехал. О, всё. Я разозлил этот улей. У вулкана случилось недержание в мочевом пузыре. И он весь, вон, высосался на меня этой лентой. Я думаю, меня могут сейчас и грохнуть, на самом деле. Поэтому, по-хорошему, мне вот эту бомбу с высоты, с большой, на них как-то отдать. Но до этого надо развернуться. А без скорости, конечно, мы вообще не летаем. Опа! Шилка это была. Я думал, это, по мне, вулкан. Так. И зашёлся на говно. А, так нет, у них и вулкан есть. Всё, я валю отсюда. Последняя бомба ушла. Моё дело просто свалить внизу и... И всё. А зенитка в ангар, наверное? Хе-хе-хе-хе-хе. Господи, что я натворил на этом альфа-джете? С шести бомб, то ли ч... Пять! Пять фрагов с шести бомб. Чё, новая имба, господа. Пока зениток нет, просто будет выкашивать весь рандом. Ну, годно. Вопрос только, конечно, как воевать против вражеских истребителей. У них и ракеты могут быть, и поманеврировать, судя по всему, с ними особо не получится. Но это именно ударник. Да, это ударник. Наверное, это не главное, что мы должны делать. Так-то, смотрите, ну, в принципе, летит более-менее. Вопрос только, с кем попадает. Если на 8,7 в топ, то... Наверное, можно даже убежать. Он свои, он 900 километров вполне держит. И, может быть, даже больше держит. Вот. Но вопрос, вот, попадаешь ли ты на свой БР. Сейчас-то мы вроде в топе. Альфа-джет у нас 8,7. То есть, если он на 8,7, то, наверное, его особо так и некому сбивать. Ну, только вражеским вот этим зениткам с РЛС. А знаете, чё я забыл? Мы же играем на этом Альфа-джете за немцев. Самые страшные эти зенитки, это гепарды всякие радарные. И они в основном все играют за нас. А против нас вот эти шилки вонючие. А у шилки вонючих, почему она вонючая? Потому что шилка-то не самая плохая зенитка. Но у неё дистанция ведения огня очень невысокая. Потому что 23 миллиметра, а не 30. И даже несмотря на наличие радара, что еле сесть, что шилка, они гораздо менее опасны. Или американский этот вулкан. То есть, нас некому сбивать, по сути. Не, ну, наверное, есть вопрос, против кого попадёшь. Но у щеглов, у рам щегола, я как вспоминаю, у этих. У израильтян. Тоже ведь вулкан, по сути. И нас особо некому сбить здесь. Можно попасть, конечно, вниз списка и встретить вроде как... У американцев с радиофугасами М247. Но я не помню. Но вроде можно. Так это надо попасть вниз списка. А так, по сути, всё остальное, даже если оно и с радарами, то оно бьёт довольно недалеко. И если не подставляться, то как будто бы даже можно жить. А именно вот в нашей команде тут вот. И шведы с своим ВИК-40. Ииии мы со своим Гепардом. Ииии чё тут только, короче, нет вот у этих-то наций. И DCA-30, которая дальнобойная. Все дальнобойные и все более адекватные зенитки как будто бы здесь. Ну или если не все, то больше их часть. Хотя мы, по-моему, сейчас можем попадать даже против шилки с ракетами. Вот это, наверное, жопа. Но у нас ЛТ-цехи есть. Главное не проморгать пуск. Неизвестно, насколько этот самолёт хорошо уклоняется от ракет с ЛТ-цехами. Но мне кажется, хорошо. Форсажной камеры нет. Он учебно-тренировочный, что ли, вообще? Или вот просто он вот такой? Целесообразность в расходе топлива, что ли, они в этом видели? Не знаю. Вот, у них появился Елисейс, а Д-4 умер. Но меня Елисейсю убить довольно сложно. Ну, по ощущениям. Кстати, мы всё равно проигрываем. Потому что... Можешь бомбить сколько угодно вражескую команду. Бомбить у тебя будет от своей. Цитата. Прям буквально. Кстати, у этого самолёта есть 500-фунтовые бомбы. Брать их не стоит, потому что есть 250-килограммовые. Очевидно, они лучше. Здесь 120 килограмм взрывчатки. А в 500-фунтовых, что-то в районе, то ли 90, то ли 80. То есть, они слабее должны быть. Должны быть, потому что карточка в нашей игре. И количество взрывчатки очень часто... Очень приблизительно отражает реальную боевую эффективность. А ещё мы просрали вообще все точки. И судя по... Да, у нас и команда-то вся вышла в ангар, собственно. Ладно. Пятерых я уже заштурмил. Сейчас, я надеюсь, я ещё кого-нибудь успею. Но у них зениток уже появилась целая куча. Я думаю, они злые. А там летит что-то, по-моему. И что вот это вот? Вот я не понимаю, это пыль, это грязь, это что это? А где мне врагов искать вообще? Ну, мне бы по-хорошему их видеть как-то. Ну, вот на точке С как будто бы кто-то был. Но пока они не двигаются, я и не вижу особо. А, ну вот. Попробуем вот сюда откинуть. И, наверное, я уйду на новый заход. Нет, не попал, судя по всему. Ну, издалека сложновато штурмить. Да, это вражеская авиация. Мне, наверное, придётся сначала с ней попытаться что-то сделать. Это Ил-28Ш. Шугаринг. Иди-ка ко мне. Блин, у него 23-миллиметровки оборонительные есть. И, кстати, я не настолько-то и быстрый, чтобы его убивать. Но мне кажется, он просто не знает о моём существовании. Да, или полноценно меня игнорирует. Что, собственно, для меня равноценно. Ой, он в таком манёвре прям сладкая булка. Главное попасть. А, всё, понял. У Саба ещё и ракеты есть. Понял. Так, мы захватили точку А. С Б проблема. У нас вот танк. Куда едет? Сюда едешь? А держи-ка бомбу. Главное, чтобы он не успел уехать отсюда. Как же у меня лагает. Блин, плохо попал. Очень плохо. 250 килограмм надо всё-таки точно скидывать. А непонятно было, вот когда он двигаться начинал. Какое мне упреждение брать? Ну и всё. У меня опять энергия кончилась. Да. Если маневрировать на этом самолёте, тебя собьют вообще. Даже тебе зенитка не нужна будет. Это вот танк. Вот это? Вот эта вот грязь на мониторе на моём, это танк? Судя по всему, да. Я думаю, вот это достаточно будет ему. Надо разогнаться заново. Слышу кого-то на Б. Надо его искать. Так, Альфа-Джет, давай. Какой же ты сасный, просто мега красивый. Он идёт на А захватывать. Это... Ой, так он не один тут вообще. А, ну вот видите, они меня сейчас в пулемёт собьют. У меня 400 километров в час, я вон как бочка с говном просто в воздухе. Вообще не... Ой-ой-ой-ой, я тебя понял, вопросов не имею больше. Отстань, отстань! Я его не убил. Низко кинул. Это Елисесь, оказывается, ехал на точку. Ну вот в упор, конечно, с зениткой так уже не справиться. То есть на нём надо работать проходами. Начинаешь чё-то виражиться, ну это... Гарантированная будет смерть. Мне кажется, я в этом бою уже ничего не успею сделать. Я, конечно, интереса ради возьму гепарда, но я думаю, бой кончится. Мы Б не заберём, С не заберём. Команда кончилась. Как явление. Чё-то это мои, что ли? Какие-то осколки летят и ошмётки. Слушайте, нет, у нас зенитка рвётся на А. Ой, на Б. Может быть, у неё чё-то получится. Их на самом деле тоже не так много осталось. А, точка А тоже падает. Там они не особо живучие, но нам просто не хватит времени. Даже если бы у меня товарищ сейчас забежал на точку Б, то я банально не успею... А, приехать как-то сбить. Вероятно. Я забыл, на какую отменить мне кручение и верчение моего радара. Кипячение. По-моему, вот на эту кнопку. Чтобы не привлекало здесь у него внимание. Ё-моё, я здесь утону, интересно, в этой лужу. Придётся объезжать. Страшно, вырубай. Ну да, я вообще никак не успеваю. А этот вообще встал АФК. Ну, видимо, он там уперся в какой-то танк и не может ехать. Я думаю, не просто так он там стоит. Хотя, кто его знает? Тут у меня тоже два танка минимум. То есть, кто-то там прикрывал с того берега ведь и был Елисейс. Хотя, фиг знает. Может, тот танк-то и погиб уже. Это никак не помогает. Да блин. Я на гепарде не успеваю. Он медленноват. Я вон, 30 километров еду. Это, конечно, не так плохо, но... Не в ситуации, когда нужно кабанчиком метнуться, батя за пивом. Я ещё и не вижу ничего совершенно. Сейчас зазумлю и умру, потому что не пойму врага, где искать. Вообще без шансов найти его, честно говоря. Это ж надо предполагать, где он стоит, а... Я абсолютно не понимаю. Может, он... А вот и он. Ну... Покарать-то я его покарал. Но для победы этого мало. Я говорю, времени просто банально не хватает. А леопард... Вот и гепард. Ну, на базе леопарда. Медленноват. Ладно. Пойдём в следующий бой. Пуштурмили хорошо, но... Я думаю, такая ситуация для альфа-джета, видите, непостоянно. Самолёт очень уязвимый. Знаете что? У альфа-джета из-за того, что нет управляемого вооружения, в принципе, и... Не сказать, что дорогой спавн получается. Это мне нравится. Мне хватает убить танк, сделать какие-то помощи. В общем, классика. Не вот эти вот четыре фрага, там, три. На управляемое вооружение, там, топовое. Так. Я надеюсь, я не повторю свой героический поступок вылетом на скалу прям. Нет, слава богу. Облачность хоть и низкая, но... Ну, вот тут, кстати, можно прям вхерачиться-то. Погодка не совсем лётная. Ну, короче, как-то так оно пока происходит. Справа, я смотрю, враги там наседают. Пойдём искать кого-нибудь. Надо искать одиночные цели подальше от зениток. А можно... А ещё лучше скопления, чтобы вот так же... Которые едут просто по улице по одной. Но, опять же, мне повезло. Я думаю, не будет так ни каждый бой, ни даже через бой. Потому что это действительно, ну... Нечастые явления, когда там с одного прохода двоих-троих срезаешь. Когда они все просто спина к спине. Стоят. Ни шагу назад. Врут, говорят. Блин, я промазал второй бомбой. Чуть-чуть хватает вот просто сместиться. И уже не попадёшь. Опа. А где? Не вижу. Вижу. Какие же они невидимые, эти вертолёты? Это просто прикол. Ну, вообще, энергия просто сливается за пол витка. Просто уже 500. И всё. Я превращаюсь в корову, блин. Нелетающую. Ладно, хотя бы, ну... Вертолёт съедим. Пушка суперточная, этот Маузер. Но руки у меня кривые. И бронебойная лента... Не самая подходящая штука. Кажется, я умру, да, от этого? Нет? Ну, я могу сдохнуть. Только если сейчас зенитка. Он меня может вот так вот вытянуть наверх. И зенитка меня такая хлобысь. Взлётные закрылочки давай. Хотя бы стабилизируемся. Не будем летать, как беременная корова. Я его потерял. Абсолютно не вижу просто. Вот где он? Я его слышу, я его не вижу. Где вертолёт? Он же не мог исчезнуть. Я не вижу его вообще. В упор просто. Зенитка. Вот так сделаем и попробую уйти за неё. Зацепил. Фух. Скинул криво, но из-за того, что рубка открытая, мне хватило. Ну вот, проблема. Конечно, это корова, а не самолёт, когда энергии нет. Движки прям слабые-слабые. Максималку-то можно как бы развить, да. Но это долго, нудно и сложно. Опа. Это кто? Не знаю, кто это. Кто-то, кого нужно принять. Блин, я сейчас умру тогда. Там, конечно, уезжает ещё какой-то танк. Но маневрирует неплохо, на самом деле. Всё, Бэху убрал. Это было очень опасно, на самом-то деле. Вот это тоже мы штурмим. Вот это прям наверняка. Вот это я понимаю. Не, штурмовка на нём моё почтение. Я опять четверых забрал, у меня ещё бомба осталась. Так. Может быть, конечно, не каждый раз, но может быть через раз хотя бы. Потому что, ну, вообще, выглядит неплохо. Особенно эти зенитки. Главное, конечно, скорость поддерживать. Чтобы они не уезжали. Я ничего не вижу за этим самолётом. Скину куда-то туда, в ту сторону, на респаун. И, в общем-то, этого достаточно, я думаю. Не промазал. Тыц. А, промазал всё-таки. А, это закрытая, потому что какая-то. Это Бэха. Я не думаю, что это хорошая идея заходить на неё в лобешник. Поэтому, ну, 4 фрага, так 4 фрага. Блин, пипец. За этим самолётом просто не видно. А приблизить тоже неудобно. Надо уклоняться одновременно от этих снарядов. Ну, ладно. Так как это режим сражения. А, ну, они почти и проиграли, собственно. Их, вон, поджали к респам. Вот они и начали появляться в большом количестве. Это что было? Кто-то так интересно прям прострелил. Ну, вот. 700 километров в час уже управляются. А хочется-то побыстрее поштурмить. Но, по итогу, если ты скорость теряешь, то ещё хуже всё становится. Ещё медленнее штурмишь. Потому что... Ну, ты корова, блин, неповоротливая. С другой стороны, мне кажется, он довольно управляемый. Конечно, я на нём отвесно не заходил на цель. Но это и не нужно на самом-то деле. Он, вроде как, этого совершенно не требует. Да, наши вон у них Б забирают. И врагов-то, по сути, уже и нет. Ты будешь скорость терять, нет? Я для чего у тебя выпустил воздушный тормоз? Потому что пока что воздушный тормоз главный. Здесь я. Потому что я не знаю, как его замедлить. Всё, сел. Ну, давай, брюхом поскреби там маленечко. Это, норку все вырой. В ПП. Всё. Отлично. Быстро замедлились. Бомбы подвесить. И можно заново идти. Вот два пилота, нормально. Один анекдоты читает. Другой чай пьёт. Управляю я. Эй, вы, два. Давайте, помогайте. Даже на самом деле, видите, на одной стороны удобно, когда руки из нужных мест растут. Что он быстро так вот рыскает. Но. В моём случае, видите, я там чуть-чуть вверх взял. Точка прицеливания уже совершенно другая для бомбы. И я просто промазал. Но, опять же, по лёгким целям работать выгодно. А самое главное, мы играем за ту команду, за которую нужно. Против нас вон целая куча всяких этих БМП. Вкусных. Поэтому, мне кажется, именно немецкий альфа-джет неплохой. Не знаю, как другой. Всё будет зависеть от того, против кого играем. Потому что тут опять, вон, американцы и советы. Вообще, то, что нужно. Для счастливой жизни. Причём, мне кажется, 8,7 ещё и боевой рейтинг довольно популярный. Уж у Советского Союза точно. Там сплошные премиальные Т-55АМ. Танки хорошие, конечно. Но это же значит, что мы играем как раз-таки нередко против них. И... Для нас на альфа-джете они не так страшные. Да, у них есть, конечно, зенитные пулемёты. Но, честно говоря, кроме меня, как будто бы далеко не все стреляют по авиации. На самом деле, правильно делают. Танкам, конечно, в первую очередь надо господство на земле завоёвывать. Чё там происходит? Три... На самом деле, их ещё шестеро. Я, может быть, кого-то успею доесть. Ну, там, Беттер, БМП. Вот это всё вкусное. Но 250 килограмм всё равно надо кинуть довольно точно в них. А ещё у меня... Знаете, какая проблема? У меня этот взрыватель стоит полторы секунды. Они могут уехать даже от него. Ну, это... Мои заморочки. Я предпочитаю оставить взрыватель на полутора секундах и никогда его не переключать. Потому что, как только я поставлю там полсекунды, я начну взрываться сам. Не успевать отлетать от бомбы, когда возьму просто другой самолёт с более мощными бомбами. Так что я решил для себя проблему гениально. Просто всегда полторы секунды. В принципе, жить можно. Но это немножко, конечно, усложняет штурмовку иногда. Когда нужно прям вот сразу... Пипец! Чё там? Чё он творит? Куда делись мои союзники? Он только что выкосил там полкоманды. А куда стреляет засуха? Я никого не слышу. То ли она видит будущее, то ли я идиот. Вероятно, я. Да, у него очень удобный ролл. Превосходное рысканье. Слышу самолёт. Вон он прилетел подо мной. Я промазал. Я случайно уже начал выруливать. А, ну, так как рубка открытая, нормас. Я не знаю, что ты собрался со мной делать, но ты не угонишься за мной. Это из плюсов. Конечно, поршням тут не место. У меня, блин, лента по броницелям ещё может поработать по этой технике. Но, честно, лучше воздушную, наверное, взять и избивать самолёты вертолётовича. Где он? Не вижу, короче. Опа. Вот это мой клиент. Я думаю, куда-то сюда. Ага. Понятно. Самолёт долетался. А это мой. И всё равно, кстати, малоупреждения взял. Опять же, благодаря тому, что это ЛТшка, я её сгрыз. Но был бы этот танк, я бы его не убил. Мне везёт просто то, что я играю против советов, которые все вон на БМПхах. На них прям это. Культ. Кто с... Угу. Понял. Увидел. Осознал. Почуял. Вот ещё вкусная какаха едет. Вот это, по-моему, танк. Но, так как зениток, вроде у них ничего не особо предвидится. Какая ж ты корова, альфа-джет. Вот, господи, без скорости. Ну, вот на взлётных-то, конечно, получше идёт. То есть он на малых скоростях. Ну, да, наверное, учебно-тренировочный какой-нибудь самолёт. Да, это за то, что танк. Надо под него скинуть. А то он остановился, что ли? Почуял? Не, не почуял. Мой клиент. Это уже то ли седьмой, то ли что-то вроде того. Нет. Ну, самолёт хорош. Супер-хорош. Мега-дупер-хорош. И бомб много. И они довольно мощные. И главное, баллистический вычислитель делает баллистические вещи. Ну, ещё есть три врага. Где искать вас? Да, вот на этом спауне появились. Вот это живой товарищ? Или это мёртвый? Трупешник. Я думаю, вот так достаточно. Да, ради этого я играю в эту игру. Да. Десять фрагов. Девять получается. И вон ещё. Последний танк едет. Последний. Это ИС-4. Господи, бедолага. Держи бомбу. Хватит страдать. Выходи в ангар. Ух. 250 килограмм ИС-4 пережил, прикиньте. Вон гусеницы только слетели. Не дали фраг одиннадцатый. Найн. Я бы сделал десять фрагов на альфа-джете, и меня бы после этого расцеловали. И лайков наставили. И президентом выбрали. Президентом не ваших собачьих дел. Чё, всё? Всё? Они в каменном веке. Ммм. Я чё-то и забыл. Что новинки, это не только топы 12.0 и всякая мейнстримовая херня. Но и вот такие штуки. Вот это. Вот это ради чего, конечно, стоит качаться в этой игре. Ну, причём, ближе ведь гораздо, чем вы думаете. А у них не появляются танки, а мы всё равно не выигрываем. Эх. Давайте, появитесь. У меня ещё, это, маузер не разряжен. Нет желающих никаких. Никаких желающих абсолютно нет. Да. Да, они просто все кончились и все вышли из боя. Ну, но это жирно. Это прям жирно, как поезд пассажирно. Короче. Да, у него не очень хорошо с управляемостью на малых скоростях. Но ты выпускаешь закрылки и, в принципе, он поворачивает. Понятно, что он становится уязвимым для зениток, когда он такой... Когда он скорость потерял. Но... Ну, вау. Что творит этот самолёт? Пойдём ещё боёк. Сольюсь. Ну, чтобы это, восстановить баланс справедливости, а то какие-то хорошие бои, всё. Так, ну что ж. В принципе, в этот раз чуть с большими проблемами, но мне удалось взять альфа-джет. Я, наверное... А, тут ленты стоят денег. Тогда стандартно играем. Чё, она с бронебойками меня всё настраивает. Я, это... Я берегу свои шекели. Мне они ещё пригодятся. Пойдём попробуем поштурмить что-нибудь на этом альфа-джете. Альфа-джете. Звучит как-то немножечко криво. Ну, как есть. Чё у нас по командам? Есть кого штурмить и есть против кого. Британцы с китайцами на этот раз. У китайцев, кстати, есть с радиофугасами ВЗ-шка. Надо быть поаккуратней. А так, в общем-то, наверное, классические зенитки. Посмотрим. На ЦЭП в городе, блин, найти бы их, но там их сложно увидеть. Мне, наверное, лучше справа сначала найти. И убить те цели, которые легче увидеть. А они там точно есть справа. Какие-то должны же прятаться здесь. Они любят вот тут вот постоять. Да, вон едет. Опа. Это зенитка, что ли? Не знаю. Видимо, да. Поэтому валим отсюда нафиг. Насколько это получится. Я на неё скинул. Она об этом, наверное, даже не знает. Да? А это была М247-я. Так-то с радиофугасами хреновина. Вот это я попал по БРу. И не только по БРу. Страшно, ё-моё, вырубай. Ну, ладно. Наверное, через высоту имеет смысл играть тогда. Разменивать энергию на высоту. Здесь мы по защищённее. И отсюда опять можно искать цель. Спускаться. Там что-то на базе ещё было у них. Но я, честно говоря, ничего не вижу отсюда. Да, что-то там есть какая-то вон зенитка непонятная. Вот как вот мне её штурмить, когда я не вижу? Мне такой угол максимально неудобен. Я куда-то кинул бомбу, но, судя по всему, мимо. Как вы видите, с острого угла на Альфа-Джете штурмить нельзя. Но это заодно вот мои выяснили. Во-первых, я слился. Во-вторых... Шилга поела каках. Всё-таки я в неё скинул эту бомбу и попал. Ну и да. Видите, острый угол для Альфика не надо. Так что ходим под 45. Строим друг за другом и штурмим всю вражескую наземку. Штурмим с большим удовольствием, на мой взгляд. Слушайте, ну... Блин, Альфа-Джет самая удивительная для меня неожиданная новинка патча, от которой я ничего не ждал. Потому что я, в общем-то, не то чтобы сильно слежу. Если какие-то другие танки я ещё представлял, чего можно от них ожидать и самолёты, то вот это... Приятно. Ну что, на этом всё. Надеюсь, было интересно посмотреть на вот этот вот забавный довольно аппарат. Качайте, пользуйтесь, пока не понерфили. А я пойду посмотрю, что ещё там завезли интересного из новинок, что я незаслуженно, возможно, обошёл стороной. Всем удачи и до новых встреч.